Здравствуйте, уважаемые подписчики библейского интернет-портала egzget.ru, братья и сестры. Мы продолжаем с вами рубрику сектоведения, и сегодня мы с вами поговорим о таком направлении неопротестантизма, как баптизм. Прежде чем говорить о веручении баптизма, его исповедании, обратимся к истории. Баптизм возник в 1609 году в Амстердаме, в Голландии тогда, но свое развитие он получает впоследствии через 20-30 лет в Англии, и в основном все доктринальные его вероучительные вопросы и ответы, они возникают в Америке. Основателем баптизма был Джон Смит. Джон Смит был достаточно неуравновешенной личностью. Он сначала примкнул к организации Меннонитов, потом вышел из нее, крестил сам себя, потом опять вернулся, засомневавшись в своем крещении, причем он крестил сам себя обливанием, что немаловажно, а потому что многие баптисты впоследствии говорили и говорят сегодня, что крестить необходимо человека полным погружением. Отсюда, в общем-то, и возникает их название. Баптизо из греческого означает погружение, то есть крещение полным погружением. И вот так Джон Смит переходил то туда, то сюда, но потом в конечном итоге он сказал, что ну вот все-таки все правильно, я основываю новое движение, баптизм, где также баптисты являлись последователями так называемого анабаптистского движения, которое было в центре Европы, от которого я как-то уже говорил, вы помните, так называемая крестьянская война, где, в общем-то, тогда заняли такую радикальную позицию люди, которые откололись от реформаторского движения. И помним, что началась целая религиозная война, а причиной этой религиозной войны в центре Европы было то, что люди начали понимать Священное Писание по-своему. И по самым скромным подсчетам в этой крестьянской войне за 30 лет было уничтожено 8 миллионов человек. Это очень много, учитывая тем более, что какое тогда было оружие, колющее, режущее, то есть, по сути, была такая резня в центре Европы. Это было все в 1523-1524 году, первое такое зародилось санбаптистское движение, и потом уже оно продолжалось 30 лет. Как мы видим, что баптизм возник немного позже, ну как немного позже, примерно через 100 лет, 1609 год. Поэтому в этом смысле, несмотря на то, что баптисты всегда говорят, что они протестанты, но в полном смысле слова их протестантами назвать нельзя. Почему? А потому что протестанты – это три крыла. Лютеране, последователи Жанна Кальвина, кальвинисты, и цвинглиане, последователи цвингли, потому что именно они выдвинули протест против римокатолицизма. Баптизм же никакого протеста против римокатолицизма не выдвигал, и поэтому сами лютеране, кальвинисты, если почитать их статьи и различные научные даже работы, можно везде видеть, что лютеране отмежевываются от баптизма и говорят о том, что баптисты – это не протестанты. Они не были в реформаторском движении. Хотя они всегда ссылаются именно на период реформации. Но хочется им сказать, если вы ссылаетесь на период реформации, тогда вспомните и о анабаптистском движении, тогда вспомните о том, кем были ваши родоначальники. Ведь сегодня, в общем-то, баптисты, они пацифисты, не берут в руки оружие. Но их родоначальники – вот то анабаптистское движение, о чем я уже сказал. Итак, что дальше? Дальше баптизм развивается, как я уже сказал, развивается в Америке. И сегодня в Америке самая крупная динаминация – это именно баптисты. По сути, баптизм для Америки – это некая такая традиционная религия, потому что, в общем-то, традиционных религий в Америке как таковых нет. И дальше нужно сказать, теперь уже и сделать следующее такое очень важное замечание, что как и протестанты, так и неопротестанты, баптисты, адвентисты, пейдесятники – они протестуют против римо-католических догматов, будучи наследниками в той или иной мере римо-католицизма. Но нужно сказать, что догматы римо-католицизма и православные догматы – они разнятся, и причем очень существенно. У нас, например, нет такого понятия почитаний святых как сверхзаслуги, которые есть в римо-католицизме. У нас нет обожествления Богородицы, как это есть целое марианское движение внутри католицизма. Мы совсем иначе понимаем вопросы спасения, отвергая пелагианство, и что можно какой-то индульгенцией заслужить себе спасение. Поэтому, когда сегодня баптисты приехали сюда, в Россию, а как они появились в России, я сейчас скажу, то они автоматически перенесли свой протест против римо-католицизма и сегодня протестуют против православия. Хочу сказать о том, что прежде чем против чего-то протестовать, наверное, все-таки надо с этим познакомиться. Познакомиться с православием, прежде чем выдвигать какие-то свои протесты. Как появился баптизм в России? Он появился с двух сторон. Из Украины, в Одесской губернии был первый, как свидетельствуют документы, вышедшие из православия, крестившиеся в селе Основа, человек по имени Рябошапка. Он первый принял крещение баптистское, начал отвергать иконы, крещение младенцев, начал отвергать церковь, предания и прочее-прочее все, что отвергает сегодняшний баптизм и в своем вероучении. Далее второе крыло баптизма развивал с севера, с Санкт-Петербурга, там он приобрел более интеллигентные такие формы, потому что его проповедовал человек в такой вот дворянской среде, были такие библейские кружки, которые он там осознавал с баптистского толка. И так баптизм развивается, в 1905 году баптисты появляются в Москве, в Санкт-Петербурге, далее проникают и в Сибирь, и до Дальнего Востока. В самом баптизме есть два крыла, то есть как только баптизм получил свое существование, сразу же там произошел раскол. В баптизме есть генеральные и партикулярные баптисты. Генеральные баптисты, их лидер был Яков Армений, он учил о том, что Бог предназначил всем спастись, в общем-то учение довольно-таки по своей идее близкое к православному пониманию этого вопроса, вопрос стереологии. А другие баптисты сказали о том, что нет, Бог всех предопределил одних к спасению, других к погибели. Они были приверженцами кальвинизму. И сегодня внутри баптизма существует множество разных направлений, ну, например, самые основные из них это зарегистрированные и незарегистрированные баптисты. Есть баптисты, которые регистрируются, а есть баптисты, которые принципиально не регистрируются, говорят, что всякое слияние с властью это не что иною, как подпасть под власть антихриста. И между собой у них нет никаких братских отношений, а скорее даже наоборот, отношения достаточно враждебные. Если говорить непосредственно о вероучительной стране и лжеучению баптизма, то надо сказать следующее. Надо задаться такими вопросами. Вопрос первый. Могут ли христиане, которые уверовали во Христа и собрались в какое-то общество называть себя церковью? На основании Священного Писания ответ очевиден, что нет. Что такое? Давайте посмотрим. Например, говорится о том, что когда многие видя чудеса, которые Христос творил в Иерусалиме, как сказано, многие уверовали во имя его. И вот тогда, когда они уверовали, дало ли это им право называться церковью и создал ли на этом основании то, что люди видят чудеса Христова в веру в него, создал ли Христос на этом основании свою церковь? Давайте прочитаем эти тексты. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 23 и 24 стих. Вот как они звучат. «И когда Он, то есть Христос, был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус не вверял Себя им». Мы видим, что недостаточно собраться двое-трое, как говорят баптисты сегодня во имя Мое, и там и Христос будет посреди них. Этот текст приводится из Евангелия от Матфея, 18-20, и мы к нему еще вернемся. Мы видим, что нет. Оказывается, некоторые уверовали во Христа, но Христос не вверял Себя им. Кому же Христос верил Себя? В этом же Евангелии сказано в 15 главе, что позвал к себе, кого Сам хотел. Кого же это? Давайте посмотрим 3 главу, 13 стих Евангелия от Марка. Здесь сказано, что потом, то есть Христос, зашел на гору и позвал к себе, кого Сам хотел. И, как сказано в Евангелии от Иоанна, «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Кого же Он позвал? И здесь далее перечисляются имена двенадцати апостолов. Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфея, Фадея, Симна, Канонита. Мы видим, что призывает сам себе Христос и говорит в Евангелии от Матфея, 16-18, на исповедание апостола Петра, что «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». А в первом послании их к Аримской церкви, 3 глава, 11 стих сказано, «Никто не может положить другого основания, кроме положенного». Какое же основание положил Христос? На ком утвердил свою церковь? На апостолах. Поэтому церковь называется святая, соборная и апостольская. Христос Сам избирает в Себе учеников. Сам им повелевает оставаться где? В горнице. Когда? В день Пятидесятницы. Где ученики получают всю полноту догматического богословия. Когда Дух Святой сходит на них. А на вселенских соборах церковь лишь утверждала ту истину, которая была дана во всей полноте. Так сказал Сам Спаситель перед своим вознесением, что «Когда я пойду на небо, то пошлю вам Дух и Святаго, который наставит вас на всякую истину и напомнит вам всё, что я говорил вам». Поэтому так. Как же этот Дух Святой, как мы можем проследить, как он передаётся с дней апостольских? Потому что Сам Спаситель говорит о том, что кто не родится от воды и Духа, не только надо человека обмакнуть в воду, как делают баптисты, в одно погружение. Это крещение Иоаннова, но есть ещё и крещение от Духа Святаго. И это крещение, оно в Церкви, в её Святом Предании, о чём мы также поговорим. Итак, как эта благодать Святого Духа передаётся с дней апостолов и до сегодняшнего дня, которая и только которая способна возродить человека в жизнь вечную? Напомню, что крещение – это не просто, когда человек даёт обет доброй совести, как это у баптистов. Крещение – это рождение. И без семени Святого Духа, без благодати Святого Духа, человек не способен родиться в Царстве Божием. То есть, вот о чём идёт речь, очень важно. И вот эти слова, которые я сейчас говорю, это не то, что я в чём-то упрекаю баптистов или хочу их поругать. Нет. Это ещё одна попытка, может быть, дотянуться до их сердец. Очень часто люди, которые выходят из баптиста, из баптизма, присоединяются к Церкви. Они говорят, что если бы мы только знали, мы не были знакомы просто с этим, мы просто не читали этих текстов, нам показали совсем другие. И мы думали, что Церковь действительно отступила от Христа. Но когда, вникнув в тексты Священного Писания, как и призывает апостол Павел, вникая в себя и в учение, занимаясь им постоянно, этим себя спасёшь и слушающих тебя, вникнув в Священное Писание, как к этому и призывает Спаситель, помните, исследуйте Священное Писание, и смотрите, внимание, ибо через них думаете иметь жизнь вечную. То есть, это очень важно. Исследовать Священное Писание, потому что через них думаете, говорит, иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Поэтому так. Поэтому одного Священного Писания недостаточно для спасения. Об этом говорит само Священное Писание. Это, например, 2 Петра, соборное послание апостола Петра, где апостол Пётр в 3 главе 15 стихе пишет. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел писал по данным ему премудрости, в котором он пишет во всех посланиях, в которых есть нечто неудобово-разумительное, что невежды и унетверждённые к собственной своей погибели препрощают, как и прочие писания». Заметьте. Невежды и унетверждённые. Оказывается, читая Священное Писание, можно и заблудиться. Апостол Пётр, между прочим, говорит, что в посланиях апостола Павла, а их 14 есть что-то непонятное. Я читал Баптистскую Библию. Если в нашей Библии сказано... Перевод, да. Если в нашей Библии сказано неудобово-разумительно, то там напрямую прямо говорится непонятное. То есть, в 14 посланиях апостола Павла есть что-то непонятное. Так что можно и заблудиться. Так что невежды и унетверждённые к собственной своей погибели извращают Писание. А где же можно найти утверждение и правильный критерий истолкования Писания? В церкви. Потому что о церкви сказано, что она столб и утверждение истины. Послание апостола Павла к Тимофею. Итак, как передаётся эта истина? Как передаётся благодать Святого Духа, способная возрождать человека в жизнь вечную? Ведь в обычной какой-то организации, где люди просто уверовали во Христа, человек, получается, не рождается в вечность. Вот о чём идёт речь. Речь очень важна о спасении. И здесь апостол Пётр начинает говорить именно о спасении. Он говорит, «Долготерпение Господа нашего, почитайте, внимание, спасением». Поэтому вопросы важны, очень важны. Как передаётся благодать? Об этом пишет апостол Павел во втором послании к Тимофею, 1 глава 6 стих. Он пишет своему епископу, своему ставленнику, «Возгревай дар Божий, который в тебе через моё рукоположение». Оказывается, дар Святого Духа от апостолов до сегодняшнего дня передаётся в преемственности, в апостольской преемственности. В той самой преемственности от апостолов, которых избрал сам Спаситель. Сам Спаситель. И когда Дух Святой на них сошёл в День Пятьдесятницы. Многие могут здесь и часто парируют и говорят, когда я общаюсь с баптистами, они говорят, «Ну вот апостол Павел, он шёл по дороге из Христоса, он встретился, и он пошёл проповедовать, так и мы». Секундочку. Давайте дочитаем этот текст до конца. Это «Деяния апостолов», можно открыть и прочитать. В «Деяниях апостолов» сказано, что действительно Саввл, ещё не будучи апостолом Павлом, гнал церковь Божию. И вот он шёл по дороге в Дамаск, чтобы гнать церковь, Христос ему является, и он слышит слова «Саввл, Саввл, трудно тебе идти против рожна». Но мы помним, что он ослеп после этой встречи со Христом, но он не пошёл как корифей какой-то, или как в «Джон Бульяна» есть такая книга у баптистов «Джон Буньяна», которая описывает о том путешествии Пилигрима в небесную страну. Он не стал неким таким пилигримом. Мы помним, что Господь, Дух Святой, избирает одного из апостолов, посылает этого апостола Анании из семидесяти, были такие апостолы, призваны Богом, посылает его к апостолу Павлу, тот приходит, приводит его к крещальной купели, крестит, возлагает на него руки, возводит его в апостольское служение, и тогда он идёт проповедовать. Не сам по себе, а из иудаизма он принимается через Святое Крещение, и вместо Саввла становится Павлом. Поэтому это очень важно также понимать. Следующий очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Где критерий истолкования Священного Писания? И прежде чем к нему приступить, хотел бы только одну ещё ремарку. Церковь – это не просто экклесия. Я обещал вернуться к 18 главе 20 стиха. Церковь – это не просто экклесия, собрание людей. Церковь – это собранные. Кем? Как мы видели? Самим Спасителем. Самим Спасителем. Не вы меня избрали, но я вас избрал. И позвал к себе сам, кого хотел. Многие уверовали во имя его, но Христос не вверял себя им. Поэтому недостаточно одной веры. А где сказано в Евангелии от Матфея 18 глава 20 стих, где двое-трое соберут свое имя, ну не надо выдёргивать текст из контекста. Там совсем не идёт речи о том, что на этом основании созидается церковь. Там речь идёт сначала о том, надо читать с 15 стиха. Сказано, если брат согрешит против тебя, обличи на один на один. Услышит тебя брат, приобрёл ты, не послушает, возьми двоих-троих. Двоих-троих не послушает, скажи церковь. Церковь не послушаешь, будут как язычный комментарий. А далее говорится, если где соберутся двое-трое молиться, говорится уже о соборной молитве во имя моё. Что бы ни попросили, будет им. Там речь идёт о том, что соборная молитва имеет особую силу. Потому что Спаситель нас учил молиться как вместе, так и отдельно. Отдельно нас учил молиться так. Он сказал, войди в дверь, в клеть твою, в комнату закрой дверь за собой, и помолись Богу в тайне, Бог видящий тайна возраст тебе явно. А здесь говорится просто соборная молитва. Нет там речи, посмотрите. Но нельзя же так передёргивать братья двое-трое. Знаете, двое-трое тут. Сейчас вот я здесь в этой студии оператор, и там ещё вот сейчас должен секретарь подойти. Вот нас трое. И мы сейчас тут соберёмся и объявим о новой какой-нибудь церкви. «У меня Солодков, я там Солодковца или Андрей Иванович или Ивановца». Но это уже абсурд. 1609 год, что до 1609 года никто не знал Священного Писания? Или адвентисты до 1844-го? Или пятидесятники до 1901-го года? 19 веков жили люди. Слушайте, ну так нельзя. Даже в любой профессии есть опыт. То есть, перенимается какой-то опыт. Опыт прочтения Священного Писания. И вот поэтому следующий вопрос – это вопрос, где критерий истолкования Священного Писания? Это святое предание. Нет-нет, подождите, баптисты, не закрывайте уши. Святое предание – это не то, о чём вы думаете. Часто баптисты думают, я много с ними встречался, общался. Предание – это то, что мы хотели бы прилепить якобы к канону Священного Писания. Нет, это не так. Предание – это Дух Святой, живущий в Церкви. О предании сказано в Священном Писании. Ну, давайте по порядку. Такое предание отрицаем мы, и какое предание отрицают баптисты. Здесь мы с вами, баптисты, уважаемые и солидарны. Отрицается предание человеческое. Апостол, Спаситель Господь наш Иисус Христос в Евангелии от Марка, 7 главе, 8 стихе, говорит. Помните, как там фарисеи наблюдали омовение ложек, скамеек, чашек, приходя с торга. И Христос их обличает и говорит, что вы отсаживаете комара. И он говорит, как вы, устраняя заповедь Божию, держитесь в предании человеческого. То же самое событие описывается в Евангелии от Матфея, 3 глава. Там также говорится о том, что как вы держитесь в предании человеческого, отвергая заповедь Божию. Мы тоже не держимся в предании человеческом, всячески его отметаем. Мы говорим о предании апостольском. А где о нем сказано? 1 Коринфянам 11.2 «Хвалю вас, братья, пишет апостол Павел, что вы держитесь в предании так, как я передал вам». Поэтому предание – это не то, что мы придумали, а то, что приняли с дней Пятидесятницы через апостольское преемство. И сохранили до сегодняшнего дня чистоту православного исповедания, так как оно было с апостольских времен. Моги часто, когда я привожу этот текст в беседе с баптистами, они говорят, ну нет, подождите. Вот как раз это то, что зафиксировано в 39 книгах Ветхого Завета и в 27 книгах Нового Завета. Тогда я их останавливаю. Нет, подождите. Давайте рассмотрим другой текст. 2 Фессонникийцам 2.15 Что там сказано? Второе послание апостола Павла в Фессонникийцкой церкви. Апостол Павел пишет. «Стойте, братья, держитесь в предании, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Заметим. Апостол говорит. «Преданием, словом и посланием». Что такое послание? Это, которое мы читаем. Можем открыть, пожалуйста. 1 Фессонникийцам. Вот 2 Фессонникийцам. Итак, братья, стойте держитесь в предании, которое вы научены, или словом, или посланием нашим. Точно процитировал. Что такое слово? Это Библия, которую мы держим в руках. Что такое послание? Это которое мы читаем. А что такое предание, которое вы отметаете? О нем сказано в Священном Писании. «Стойте, братья, держитесь в предании, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Здесь же апостол Павел в 3 главе 6 стихе пишет. «Отвращайтесь от всякого брата, поступающего бесчинно». То есть, не по порядку. Нарушающего порядок. Что такое бесчинение? Нарушающий порядок. «Поступающего бесчинно, а не по преданию так, как мы передали вам». Вот что такое предание. Это возможность воспринимать Священное Писание и самого Христа в присущем ему свете, а не в рационалистическом, человеческом измышлении или еще каких-либо фантазиях. То есть, предание дает способность воспринимать Христа в Духе Святом, а не просто как-то в своем каком-то таком измышлении. Поэтому так. И это очень важно. То есть, речь идет в Священном Писании как о человеческом предании, как мы видим, так и об апостольском. Ведь же нет противоречия в Священном Писании. Конечно, нет. Поэтому там предание человеческое. Мы его также отметаем. Здесь предание апостольское. «Где и как?» Часто в аптистов меня также спрашивали о том, где это ваше предание, дайте его потрогать, пожалуйста. Я уже сказал о том, что есть то, что полнота Святого Духа была дана в день Пятидесятницы. Вся полнота вероучения. Мы не можем сказать, что апостолы что-то там недопонимали и что-то там у них потом и развивалось. Мы не верим в прогрессирующее откровение. Мы верим, что в день Пятидесятницы вся полнота истины дана была, а на семи вселенских соборах она только утверждалась и отметались всякие ереси. Пелагианство, нестерианство, зачатки пелагианства, монтонизм и прочее, прочее. Поэтому так. На соборах только лишь истина утверждалась, но ничего нового там не вводилось. Ничего нового не вводилось. Поэтому церковь и мы так и говорим об этом, что предание – это возможность воспринимать Христа в присущем ему свете. Вот критерии истолкования. Где это предание? В определении соборах. Пятый и шестой вселенский собор сказано о том, в девятнадцатом правиле Трульского собора никто не имеет права истолковывать Священное Писание, кроме того, как его истолковывали отцы и учителя церкви. И тогда еще на пятом и шестом вселенском соборе задались этим вопросом, а где критерий? Вот в предании, например. Священное Писание мы понимаем в Духе Святом, то есть в предании. А где критерий самого Отцов Церкви? Их же было много. Так ведь? Один писал так, другой чуть по-другому. И тогда они тоже задались этим вопросом. Тогда еще много лет назад. Но зре, в общем-то, христианство. И тогда они сказали, вот двенадцать Отцов Церкви, если они всегда, везде и повсеместно в своих сочинениях и в своих трудах говорят по этим вопросам одинаково, то это и будет критерий понимания того или иного вопроса. Например, створение мира, спасение, иконопочитание, других вопросов. Вот как они учили, это будет критерий. Потом Церковь даже свела до трех Отцов. Святитель Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. Это как образцовое мирило православие. Сказали, что можно прилагать ко всем вопросам кальку, все ли спасутся. Вот Григорий Низкий, например, один учил о всеобщем спасении. Он ошибался, потому что это не входит в полноту. Здесь принц всегда такой. Большинство Отцов, которые были избраны на Соборе Духом Святым, правы. Один – это была ошибка. Поэтому нельзя и мы не строим никогда на ошибке одного человека целый, выдвигая какое-либо вероучение. Сегодня есть такая модная у нас внутри теория. Она не выдерживает критики определения Вселенских Соборов. Теория Талаагуменов. Эту теорию втащил Адольф Горнак, лютеранский проповедник. Настолько либеральный он был, которого не хотели брать даже ни в одну берлинскую школу. Но за него, как-то я об этом, по-моему, говорил, заступился Отто Бисмарка, канцлер Германии. Которым прилежат, кстати, слова, что русских победить невозможно. В этом убеждались неоднократно. Им нужно привить ложные ценности. И тогда они уничтожат сами себя. Наверное, он понимал, почему он за него заступился. Потому что этот Адольф Горнак написал такую книгу о восточном христианстве. О котором сегодня очень многие, в частности, я и замечал, что и баптисты, имеют ложное представление о православии. Он так там все исказил в своем либерализме. Но Отто Бисмарк понятно, почему его поддержал. Ему важно было, чтобы этот вброс в православную среду был сделан. Поэтому Телоагумен, это всегда было, если этот термин использовался у отцов, всегда было мнение ошибочное. Оно никогда не считалось каким-то новаторским. Более того, церковь никогда не ратовала и не исповедовала такое понимание, как прогрессирующее откровение. Что присутствует латинской церкви и некоторым протестантам и неопротестантам. Мы всегда учили, и церковь Духом Святым всегда утверждала, что вся полнота, снова повторю, была дана в день Пятидесятницы. А апостолы лишь только утверждали и выражали словесно ту истину, которую они обрели. Это очень важно понимать. Поэтому мы всегда говорим, не говорим ни о каком прогрессе, а говорим о преображении человеческой души. Великолепное произведение. Можете почитать по этому вопросу священному ученику Илариона Троицкого, которое так и называется – преображение души. Он рассматривает два вопроса – прогресс и преображение. Вот важные вопросы. То есть, церковь. Что такое церковь, которую Христос создал здесь, на земле? И где критерии понимания Священного Писания – это Дух Святой, живущий в церкви? Потом скажу, что в церкви никогда не было много. Церковь всегда была одна. Так как Христос один. Как сказано в послании апостола Павла к Колосинам, 1 глава, 18 стих, что Христос – глава церкви, а церковь – это его тело. Это один организм. Нельзя верить во Христа, то есть в главу отрывать голову. Это кощунственное богословие. А быть вне церкви. Поэтому церковь всегда одна. Ведь пишет же об этом апостол Павел в Фессалоникийском церкви. 4 глава, 34 стих. Один Господь, одна вера, одно крещение. И люди, которые переходят сегодня и крещеные, если они крещеные православные, крестятся в баптизме, они погрешают против этого принципа. Один Господь, одна вера, одно крещение. Два раза рождиться невозможно. Можно родиться только один раз. Некоторые оспаривают и говорят, мы тогда крестились, мы были младенцы, и это было несознательно. Я скажу, будьте осторожны. Не ставьте свое сознание выше промысла Божия. Что такое крещение, мы уже сказали с вами? Крещение – это рождение. А кто из вас выбирал, от каких родителей вам родиться? Выбирали? Нет. Бог об этом позаботился. Кто выбирал из вас, в какой стране вам родиться? Вы выбирали? Нет. Роддом, может быть, выбрали? Нет. Об этом позаботился Бог. Точно так же святое крещение – это рождение. Об этом говорит сам Спаситель, кто не родится от воды и духа. Это не мы придумали, что крещение – это рождение, это слава Спаситель. Поэтому, если вы родились в церкви православной, в младенчестве, Бог уже вас определил и позаботился, где вам родиться. Вы пошли, вам сказали о том, ох, надо сознательно. Почему-то вы свое сознание, снова повторю, поставили выше промысла Божия. Бог позаботился. Тогда точно так же можно отвергнуть и своих родителей. Это будет что? Это будет грех хамства. Да, можно отвергнуть свою родину. Сказать, что это будет предательство. Поэтому так. Это данность, которую, в общем-то, мы имеем. И вот это все очень, снова повторю, что это очень все важные вопросы. Вопросы, касающиеся спасения. Ведь, смотрите, никогда не было… Ведь даже Спаситель говорит, как его звучат слова. В Евангелии от Матфея, 16 глава, на исповедании Петра, он говорит, «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Он не говорит, «Создам церкви мои, и врата ада не одолеют их». Церковь всегда одна. Посмотрите, где была Богом создана первая церковь. Давайте так. Ну, хотя библейский контекст. Баптист очень любит библейский контекст. Пожалуйста. Возьмем. Первая церковь, малая церковь – это семья. Адам и Ева. Так, так. Отступили от Бога, да. Почему? Нарушилась иерархия ценности внутри семьи. Отступили, да. Что? Бог уничтожает? Нет. Врачует их изнутри. Следующий прообраз в Ветхом Завете. Ковчег. Одна была семья? Одна. Он же не создает Бог альтернативную какую-то семью. Нет. Ковчег. Один был? Один. Там не было повеления Ною, который 120 лет проповедовал, там стучали молотки, что опомнитесь, люди, евангельского благовестия, по сути, да, о спасении. Опомнитесь, люди, отвратитесь от своего разврата. Люди слушали? Не слушали. Господь там не сказал. Возьмите вы, если кто не согласен, плоты себе строите, на плотах спасайтесь. Нет. Один был Ковчег. И тот, кто не вошел, тот остался за бортом. Потом, как святитель Феофан Затворник пишет об этом, что Ковчег был один, как и церковь одна, а сегодня протестанты и же с ними собираются спастись на своих ботиках. Не получится. Следующее. Народ израильский. Это был народ Богом избранный? Да. Был. Но. Отступал он от Бога? Много раз. И до поклонств. И чего там только не было. Уничтожал его Бог? Нет. Избирал какой-нибудь другой народ? Нет. Пока этот народ сам не отрекся от Христа. Как сказано, пришел к своим и свои его не приняли. Начали создавать вот те самые человеческие предания, которые впоследствии вошли в таламудические различные писания. Свои предания начали создавать так, что пришел их мессия Ишуа. Да. Спаситель. Они его не узнали. И не только не узнали. Но, как сказано, пришел к своим. Не приняли. Не только не приняли и не узнали, но еще и распяли. Поэтому так. Поэтому очень опасно уходить в какие-то свои измышления, отступая от откровения Божия. Отступая от благодати Святого Духа. И в этом смысле призыв ко всем баптистам. Снова повторю. Ничего враждебного к самим людям. И не один десяток баптистов уже были присоединены за это время, рассказывал Центр реабилитации к церкви. И сейчас мы готовим 20 человек. Один из них баптист. Кстати, не крещеный в православии. И будет приниматься через Таинство Крещения. Потому, что то крещение, которое было там, во-первых, оно было в одноразовое погружение. Мы крестим в три погружения. Есть то, что мы приняли это с самых первых веков. Трижды погружать. И здесь, конечно, будет ему преподана благодать Святого Духа, которая передается со времен апостолов. И этот человек будет рожден теперь в жизнь вечную. Поэтому человек, который не рожден... Вот если человек... Некоторые приходят и обижаются, что они не крещенные, а говорят, мы хотим, чтобы церковь за нас помолилась. Но как за некрещенных молиться? Это все равно, что вот сейчас, если человека нет, то как мы можем сказать ему здрасте? Ну, никак. Его нет. Он не родился от отца и матери. Точно так же и церковь. Церковь – она мать. Если человек был крещен в православии, то церковь – его мать. И не надо думать, что мачеха будет более приветливой. Может, она какое-то время и будет делать какие-то реверансы. Но впоследствии, я думаю, что каждый увидит, где мать, а где родная мать, а где мачеха. Поэтому я как-то рассказывал одну такую историю. Очень часто люди отшатываются в какой-то там баптизм или адвентизм из-за того, что они начинают видеть в церковь какие-то недостатки. Ну, а что у родной матери нет недостатков, например? Мы тоже их можем видеть, да. Но мы же их прощаем по-человечески. Так я вот рассказывал, как эта история. Хотел бы я в завершение сегодняшней нашей встречи повторить, что в семинаре однажды был такой молодой человек, который говорил, что вот в 90-е годы церковь связалась с КГБ, там много чего, и всякое там красно-революционное, коммунистическое и прочее. И приставал, говорил, что вот так, как же так. И тогда ему было посоветовано съездить к кому-нибудь более опытным старцам и спросить у них, да. И тогда, когда он уехал, то приехал обратно, то у него был задан такой вопрос. Ну, что, ты там поговорил? Ну, поговорил. Ну, и что? Говорит, старец меня слушал целый час. Ну, и что? Ну, потом он меня спросил, а тебя вообще где крестили? Он ответил, ну, где-где. В Москве, в таком-то храме. А, ну, вот ты в первом классе семинария учишься? Да. Ты же знаешь, что такое крещение? Знаю. Что? Рождение. И вот тогда, говорит, старец сказал, так вот, церковь, она тебя родила. А значит, она твоя мать. Может быть, по человечеству она сегодня и больна. Но больную мать не оставляют. Ну, иди с Богом. Он пошел. Поэтому все крещенные православной церкви не оставляйте свою мать. Вернитесь к ней. Узнайте сначала, так ли на самом деле. Вот когда, например, так ли на самом деле, что она предала Христа и отступила. Как внушают в баптизме, в адвентизме. Когда, например, про мою мать, если на улице кто-нибудь скажет, твоя мать блудница. Ну, наверное, в первую очередь у меня будет реакция, может быть, такая эмоциональная. Да. А потом я все-таки приду и спрошу у своей матери. Мам, а правда ли говорят, что это так? Поэтому призыв к баптистам, прочим протестантам, крещеным особенно в православную церковь. Придите, спросите, а так ли это на самом деле. Мы на этом не заканчиваем нашу беседу. Поэтому мы будем еще и говорить о иконопочитании, о почитании Пресвятой Богородицы. Есть ли обоснование иконопочитания в Священном Писании, о почитании Пресвятой Богородицы, о почитании мощей и прочее. Скажу сразу – да. Просто нужно знать, где и как эти тексты располагаются и как они прочитываются. Храни Господь. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. леума 2 2 3 3 1 2 Продолжение следует...